добрый день уважаемые друзья с вами одессит на кухне добро пожаловать на наш канал и сегодня необычная у нас программа мы сегодня в гостях у моего друга феликса буквально через секунду он к нам присоединиться а перед этим я хочу сказать пару слов первую очередь я хочу поблагодарить всех ребят которые помогают нам в продвижении этого канала монтажером оператором людям которые просто иногда приносят еду из которой мы готовим да иногда такое тоже случается и мы готовим на других кухнях будем тоже на других кухнях со своей едой и с другими ребятами и самое главное что я хотел сказать спасибо тем я же говорю кто поддерживает наш канал и сегодня у нас 10 февраля сегодня китайский новый год я хочу поздравить ребят друзей из китая пожелать им здоровья добра всего самого хорошего доброго сегодня вступил в как сказать в действие или в силу год древесного зеленого дракона ребятки всех вас и в том числе и китайцев конечно я поздравляю с этим праздником хорошего хороших праздников у китайцев это 15 дней насколько я помню ну мы сегодня будем праздновать как всегда у нас любой праздник суббота уже праздник китайским новым годом всех ребята еще большое спасибо подписчикам которые подписались которые смотрят нас которые оставляют отзывы комментируют видео большая просьба подписывайте своих друзей нам очень важно сейчас подписки там с пальчиками с колокольчиками вы разберетесь дальше мы продолжаем сейчас присоединиться к нам феликс и мы продолжим нашу программу у нас сегодня будет китайская чайная церемония как и что уже расскажет сам феликс и так как у нас сегодня чайная церемония традиционно такой отдаленный анекдот про чай алло алло саша ты мне что на рыбалку что ты меня за чай дал на рыбалку алло саша что за за чай что за чай саша саша что за чай ты мне свой личный сбор без химии к никакой саша саша он говорит я сейчас приду тебя домой от тебя вставлю говорит грит подожди да 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 сейчас грит обезьяны грит кокосами перестанут кидаться грит панды пробегут говорит я дорогу домой найду говорит и приду тебя по голове настучу говорит боже мой я разговариваю по палке господи еще отвечает и вот наконец-то феликс с нами добрый добрый день дружище очень рад так ребятки я хочу рассказать в первую очередь кто такой феликс феликс преподаватель тренер учитель одесской федерации ушу по цигуну и тайзисуаню откуда знает чайную церемонию так как я знаю что он обучался в школе китайской расскажи в какой-то школе изучать обучался и откуда в общем-то к тебе пришла китайская чайная церемония я учился в школе в академии боевых искусств в китай провинция хубе город у доншань и в школе мастера чин ши ю там изучал искусство тайзисуань цигуну ушу как бы чтобы сказать ушу кунг-фу это одно и то же что в принципе когда вы изучаете либо кунг-фу либо ушу это все составляющие вот на сегодняшний день я преподаю в одесской федерации ушу вот эти две дисциплины это цигун и тайзисуань то есть это оздоровительные практики и боевые практики сам бывший спортсмен профессиональный в прошлом но где-то лет двадцать назад вот ушел в эти китайские практики и с тех пор я их как бы практикую преподаю изучаю по сей день тренируюсь где преподаете расскажите расскажи где преподаешь ну преподаю я у нас у нас свой центр центр восточных практик еще есть отдельные тоже спортзалы то есть не в одном месте в разных местах но основная есть какая-то база основная да и есть у нас центр восточных практик называется рела цик кому интересно то ссылочку я потом дам и адрес и наши данные да но поэтому нужно говорить как бы это отдельная тема ребятки все данные будет просто внизу в виде в видео в описании вы сможете посмотреть эти данные по каким дням идет преподавание в твоей школе и соответственно где находится какой адрес все будет и телефон там же будет феликса в описании ну мы сегодня собрались да по поводу именно чайной церемонии опять-таки тоже поздравляю всех с китайским новым годом то же самое я еще раз присоединяюсь уже поздравил то есть вот мы со славой решили рассказать вам про чай да как это все вообще ко мне пришло ну чаем я занимаюсь в принципе очень давно а скажи в основном от китайскую церемонию когда ты начал изучать уже в китае или здесь еще в одессе как бы я прикоснулся к этому еще до до этого то есть чай там начал пить интересоваться чаем лет 25-30 назад то есть очень давно да проходя обучение в китае мне повезло я жил в школе в одной комнате с таким интересным человек это это был мастер чайного цигун то есть мастер чайной церемонии но еще немало кто слышал про такую интересную вещь чайный цигун звали его очень интересный там да то есть такой человек то есть мы изучали цигун тазицуань но вот так как я с ним жил он мне очень много что рассказывал вообще про чай про чайные традиции конечно мне в принципе в этом плане повезло с теми людьми с которыми я там общался в китае то есть знания очень как бы не были неплохие такие да и да ну я немножко скажу что очень много мистики ушло то что раньше какие-то таинства оказались все гораздо немножко оказалось проще гораздо ну как бы раскрылись глаза когда какая-то магия была этого всего честно говоря я как обычный человек который чай кушает с бутербродами по утрам вижу какие-то досточки там какие-то здесь ложечки такие хитрые деревянные и очень-очень много чая то есть мы я вот как все люди я думаю большинство людей привык пить там как мы что мы покупаем в магазине мы покупаем черный чай обычно зеленый либо смешанный чай либо с какими-то добавками фруктовыми но это все нам в магазине расскажи нам пожалуйста что здесь столько много всего и почему мы сделали вот такой натюрмор да тут на столе в принципе чтобы хотя бы немножко понимали ну давайте я расскажу что такое вообще чай да и так как правильно слава говорит что в основном покупают зашли там пачку чая купили в супермаркете да на этом все закончилось да ну первое с чего мы начнем да что чаев чаев их очень разнообразное большое количество да но основные чаи которые мы знаем это зеленый и черный чай да зеленый все многие почему-то думают что это какие-то разные чаи нет на самом деле есть такое дерево камелия семейство камелия и вот все чаи которые есть практически делаются с этого дерева ну не все я имею ввиду но именно с листа чайного дерева камелия изготавливаются основные сорта чаев то есть мы слышали что есть черный зеленый чай но так в основном большинство на самом деле китайцы в этом деле продвинулись очень далеко чаем они занимаются не одну тысячу лет не то что там сотню лет не одну тысячу лет поэтому чаи можно как бы разбить условно на такие категории да то есть то что мы знаем зеленый черный но в китае на него говорят красный чай не черный чай это красный чай потом есть элитные более сорта это желтые чаи белые чаи есть чаи полуферментированные их по-другому еще называют улуны улуны это полуферментированные чаи что такое полуферментированный чай я потом вам расскажу и есть еще то же самое то есть с этого же чайного листа дерева камелия делается еще пуэры и вот я вам сегодня немножко покажу как бы каждый чай да вот это хотел сказать ты рассказал я могу так вот и меня когда-то я когда-то я забираю тебя когда-то я болел ты мне вот рекомендовал чай такой как копья кудин правильно я говорил но это это не дерево камелия это другой чай он тоже с чем это чие да просто я сейчас говорил за дерево камелия но как слава уже сказал что копья кудин копья кудин это это семейство паду Много сейчас простудных заболеваний Просто вот почему хочу акцент сделать Есть такое Семейство деревьев, называется падуб Но падуб есть два вида Вот почему я поставил, в принципе, сейчас я пока Объясню Есть падуб китайский И есть падуб парагвайский Вот мы слышали Есть такое слово еще матэ Немножко забегая вперед Вот это вот чай матэ Вот чай, но я вам потом Мы сделаем еще отдельное видео И я вам раскрою чай Сам покажу, что там внутри находится Вот это чай матэ Матэ это парагвайский чай Он произрастает в Парагвай, Аргентина Да, и Матэ Чтобы пить матэ Нужна, в принципе, как бы Специальная посуда Вот эта специальная посуда, она состоит Из такой вот трубочки, называется бомбилья И вот такой вот, видите Это сушеная, высушенная тыква С обрезанным верхом Она высушенная То есть она Можете послушать, да, что она сухая Фарфор почти что Да, то есть тут делается там какая-то инструктация То есть может быть Что-то выжжено, рисуночек какой-то Но это не столь важно То есть матэ пьется То есть для того, чтобы пить матэ У вас должна быть, должен быть колобас Это называется колобас И бомбилья Видите, такая трубочка С таким ситечком на конце, да Колобас, тыква А трубочка такая железная Бомбилья Ну трубочка может быть железная А ее может быть бамбуковая То есть там разные Нержавейка Разные, да Ну понятно, что нержавейка То есть они бывают разные Колобасы бывают разной формы Все Но сегодня мы не за матэ Я просто показал вам, что есть такие чаи Да Я хочу сказать зрителям, что мы снимем несколько Потому что вот захватить все и сразу невозможно Да, это нереально И в чаях, и в чайной церемонии Мы снимем, допустим, наверное, скорее всего будет это 3 А может быть 5 роликов о чайной церемонии О чаях И вот самое главное И меня это интересует Вот я же говорю, мы привыкли чай пьем Пьем, чай пьем, пьем просто Для вкусовых качеств Или есть какая польза вообще от чая Вот это вопрос самый главный Первое, да, раз такой вопрос уже поступил Что какая польза от чая Польза от чая, конечно, очень большая Но опять-таки в зависимости от того Какой чай вы пьете Ну первое, что я вам хочу сказать Что первое, да Чай в своем составе содержит приблизительно 300 с чем-то микроэлементов и витаминов Но не все сорта чая Вот допустим, черный чай В нем количество витаминов и микроэлементов Гораздо ниже, чем в зеленом чае Почему? Он прошел процесс ферментации Сейчас я объясню, что это такое А вот зеленый чай Вот классический, простой, в принципе, зеленый чай Да, вот Это ганпаудер То есть сорт чая ганпаудер Это недорогой чай Классический, то есть вот такой чай То есть вот в таком зеленом чае Содержится, опять-таки скажу Приблизительно 300 с чем-то витаминов и микроэлементов Почему приблизительно? Потому что невозможно Определить точный состав Почему? То есть в течение сезонов, времен года Чайный лист меняется постоянно То есть меняет свой химический состав И поэтому точно определить Но, так как Там, я еще раз объясню Много витаминов и микроэлементов Это очень полезно Дальше Там еще есть такое вещество Котехин Это вещество боятся раковые клетки Почему говорят, что если пить много зеленого чая То ни риск не свести раковые заболевания Как бы, ну, к минимуму Да, то есть есть очень большой такой процент Ну, понятно, что никто ничего не гарантирует вам Но выпивая в день, допустим, несколько чашек зеленого чая Я не говорю там одну чашечку, несколько чая То есть вы наполняете организм вот этими веществами Это именно зеленого чая, а не черного Нет, нет Именно это только относится к зеленому чаю А черный, там такого эффекта не будет То есть зеленый чай, он очень полезный Хотя многие его недооценивают, не любят Он не нравится им вкус Но почему не нравится вкус, я сейчас объясню Это покупая какой-то в пачках дешевый чай Дешевый чай, да То есть который, во-первых, он уже просроченный Там, это 100% Да, где-то рассыпался с каких-то мешков Ну это тоже, я сейчас объясню Если вы там видите, что там дата какая-то выбита Это не говорит, что чай, допустим Это дата всего лишь упаковки, понимаете Вот то, что вы там на упаковке читаете Там срок годности от такого до такого Это когда его запаковали А сколько он пролежал на складах Когда его собрали, то есть одному богу известно Понимаете, да То есть не говорит о том, что вот вы пьете И раз мы уже вот к сроку годности подошли То тоже немножко объясню Что срок годности это очень важно для чая В Китае есть такая пословица Они говорят, что лучше пить самый дешевый, но свежий чай Чем какой-то там якобы дорогой, но который уже просроченный Поэтому чай, чай, он, это срок годности для него очень важно Почему очень важно? Я сейчас вам объясню Вот вкусовые качества чая Вкусовые качества чая И его полезные свойства Опять-таки от срока годности пляшут Почему? Чай, он гигроскопичен То есть у него, вот мы когда открываем банку чая Нюхаем, то есть мы ощущаем эфирные масла Эфирные масла в чае ощущаем И если чай просроченный, открывая вот эту банку То есть эфирные масла, они улетучиваются Они разрушаются То есть структура чая внутри тоже Химические процессы, хоть он и уже сухой Но они тоже постепенно подвержены разрушению И поэтому маленький вам такой еще небольшой секрет Вот много чайных магазинов, они торгуют дорогими чаями Но к сожалению, люди, которые знающие Вот ты приходишь, говоришь У вас есть там чай хороший, элитный Они говорят, да, вот такой-такой Ну дайте понюхать Вот тебе дают понюхать этот чай Он все, он уже ничем не пахнет Понимаете? У него аромата нету Эфирные масла улетучились То есть цена осталась Цена осталась А свойства его уже никакие Вот момент, да Вот магазинов много, ты правильно сказал А вот может быть ты какой-то действительно Какой-то отдельный или два магазина Можешь порекомендовать Где можно не вот это просто там Наши магазины, супермаркеты Да, нет, супермаркеты Именно чайных И есть много чайных магазинов А есть определенные магазины Которых действительно есть качественный, хороший чай Чтобы люди знали К сожалению, на сегодняшний день В связи с событиями в нашей стране Чай завести сюда очень хороший Проблематично Да и во время пандемии Мало кто чай возил Да Ну есть такой чайный пьяница в магазине Но в принципе я у них чай никогда не покупал Я вам скажу откровенно Почему? Потому что цена там Ну она как бы не соответствует действительности Да, многие люди там покупают чай Это самое Но я не хочу ничего плохого про этот магазин Но меня он не устраивает Я покупаю чай Есть такой магазин Я потом ссылку тоже дам Это именно китайцы держат Держала женщина Джен такая Наша очень хорошая знакомая Вот у них Они напрямую с Китая Вот у них Хороший действительно чай Ну кому интересно Я ссылочку дам Опять же будет в описании видео На этот магазин Да Это опять-таки Это не в целях рекламы Просто это очень хорошие друзья Вот у них Действительно чай Хорошего качества И по нормальной цене Не по заоблачной Как некоторые продают Да, там 100 грамм чая Такое ощущение, что это 100 грамм золота Вам пытаются продать Да Чай, я вам скажу Опять-таки Заходя Ну про цену Если говорить Да То чай Ну хороший чай От какой цены начинается Ну, ребята Заканчивается понятно Я вам скажу Здесь нет хорошего чая Я же еще раз сказал Что Есть Вот допустим Если он свежий Пускай он будет самый дешевый чай Качественный чай Качественный чай Качественный чай От какой цены начинается Вот допустим В Китае И чай может начаться От 2 долларов за 100 грамм Может начаться Я в Китае покупал Насколько я помню У нас доллар 38 Сейчас примерно Чтобы люди ориентировались Ну ориентировочно Где-то 2 доллара за 100 Это в Китае Это если вы на базаре Будете брать чай Это за 100 грамм Это на базаре Да То есть как бы Вот такую пачку Допустим Ну 100 граммовую Вы там в Китае Будете покупать в супермаркете Да Она будет стоить Где-то 1,5-2 доллара Ну есть По доллару там Продают чай Да Я покупал в Китае Чай Ну было такое Психанул пару раз Покупал там У меня было там 100 грамм За 40 долларов Покупал чай То есть это очень Ну как бы Они это не очень дорогие Потому что есть Очень дорогие чаи Чтобы вы понимали Есть такие что Там за 100 грамм Может быть цена И до 1000 долларов Доходить Понимаете Но таких чаев В Китае собирают На весь Китай 400-500 килограмм То есть это Есть очень дорогие чаи Но мы говорим О средних чаев Да вот Обычному обывателю Какой бы чай Ты порекомендовал И в какой ценовой политике В какой ценовой политике Ну опять таки Я не могу сказать В нашей стране На сегодняшний день Какая ценовая политика Это нереально Я вам скажу Ну вот в этих магазинах Которых Вот у них в принципе Ну смотрите Вот допустим У них есть такой Тигуанин Это свежий Хороший Нормальный чай Это 250 граммовая пачка Последний раз Мы у них брали По-моему Что-то 960 гривен Это было 250 граммов Да 250 граммовая пачка чая Ну если так Допустим С тем же Чайный пьяница Сравнить То такой же Тигуанин У них будет 100 граммов Стоит 600 гривен То есть Вот вам разница 600 гривен За 100 граммов Либо 250 граммов За 900 граммов Разница В цене Весит То есть опять таки Это я говорю Как бы реально Про факт Такой Ну зрителям Наверное интересно Посмотреть Рассказать о каждом чае И уже показать Каждый чай Раз мы уже Зашли Разговор Смотрите Зеленые Белые Желтые Красные Чаи Пуэры И улуны Что же они Из себя представляют Ну зеленый чай Смотрите Их существует Наверное Видов Ну может быть Около 200 Может даже больше То есть Китайцы В этом В этом искусстве Конечно Они поднаторели так Что тысячелетия Они делают чай Поэтому чай Может быть Вот смотрите Вот это Ганпаудер Ну я вам уже Его показывал Вот это Ганпаудер Это один из Недорогих Чаев Даже кстати Вот вы его можете Купить Неплохого качества Вот этот чай Это в метро Это с метро Можете взять Вот такой чай В принципе Неплохой Тоже скажу Там фирма Рива По-моему То есть Ну вот это Как бы На каждый день На каждый день Это будет В принципе Для вас Неплохой чай Вот чай Вот такой Да Потом Дальше Смотрите Видите Вот это вот Это тоже зеленый чай Это тоже зеленый чай Да Но это уже Это уже дорогой Такой Эксклюзивный чай Ну вот я его не буду доставать Видите Вот такие длинные листы То есть Ну у меня сейчас К сожалению Чаев уже не так много Как это было раньше Понимаете У людей обычно 3-4 пачки Максимум Может быть У меня У меня У меня раньше У меня раньше Было там 20-30 сортов чая Раньше То есть Я заказывал с Китая Но сейчас Проблематично Потом дальше Смотрите Что мы перейдем Вот тигуанин Тигуанин Давайте я вам Немножко его покажу Что же представляет Из себя Слава поставить Пожалуйста Вот этот тигуанин Вот это улун Это полуферментированные чаи Вот посмотрите Видите Это полуферментированный чай Да Чтобы было вам видно Вот видите Вот он такой Скрученный чай Это полуферментированные чаи Это очень полезные Лечебные чаи То есть Вот это вот у нас Улуны Тихонечко его обратно Увидели Домой Домой Улуны вообще Это как бы Очень распространенные Есть классификация улунов Такая Я ссыпаю Скажу Есть градация Приблизительно От одного До десяти Более дешевые И очень Самые дорогие То есть Тоже цена Будет варьироваться От двух долларов И кончая Может доходить И пятьдесят И сто долларов За сто грамм В зависимости Опять таки Это вот как вино Есть дешевое вино Понимаете А если вино дорогое Вот вам как бы Чай То то же самое Это в зависимости С какого сырья Собирали В какое время Года Как созревает Это Опять таки Очень много Опять таки Вот Еще раз скажу Что Чай Чай Вот есть Дикие деревья Чайные Дикие деревья Это то что В горах Дикие деревья А есть вот то что Вы видите По телевизору Вот эти чайные Вот кусты идут Это Это все уже Выращено Это посаженные Да То есть это вот Искусственно высаженные Кусты То есть да А есть дикие Это здоровенные деревья Вот Вот те чаи Они очень дорогие Которые из диких деревьев Да У меня есть такой Такой чай Я сейчас вам его покажу Это белый чай Это с Вьетнама А белый чай К зеленым Относится К черным Нет Это отдельно Это отдельное Вообще Да Это тоже Дерево камелия Давай сразу Наверное покажем Давайте я вам покажу Белые чаи Но это уже считаются Очень дорогие Эсклюзивные чаи Вот посмотрите Пожалуйста Чуть-чуть Щепоточка Чтоб люди увидели Это как бы Купаж листьев Купаж Да Все Достаточно Вам было пока Вот видите Листья будут Совсем разные Да Вот Видите Несмотря на то Что здесь присутствует И коричневый И видите И темно-бурый И светый белый Это считается белым Потому что некоторые Думают Что белый чай Это Вот только Вот это вот Такая вот Беленькая почка Да То есть некоторые Думают Что белый чай Вот такая белая Нет Нет Белый чай Это купаж Листьев Это купаж Это люди знающие Они это понимают Да Но здесь присутствует Вот говоришь Купаж Здесь присутствует И зеленый Я так понимаю Нет Это все Белый чай Это камелия Дерево камелия Разразные листья Сейчас я вам объясню Это еще процесс приготовления Но это отдельная тема Я расскажу Как чай делается Вообще Да Давайте мы сейчас Посмотрим чай А в следующем видео Уже более Мы сегодня Пробовать не будем чай Мы сегодня Просто расскажем В первой части Мы расскажем Какие есть чай Что за чай Феликс рассказывает А в дальнейшем Уже мы продолжим Я же говорю Будет состоять Из трех Может быть Пяти частей За один раз Понимаете Просто нереально Всю эту тему Как бы раскрыть Очень подробно Да То есть Вот мы посмотрели Есть зеленый чай Есть желтых чаев У меня к сожалению На сегодняшний день Нет Тегуанин Луны Я вам показал Потом смотрите Что вот это за чай Вот я специально Его впереди поставил Вот от него упаковка Видите Это японский чай Это японский чай Чем же он Интересен Да Чем он интересен Этот японский чай Посмотрите внимательно Видите Что вы видите Внутри чая Вы видите Три ингредиента То есть Сам чай Рис Обжаренный рис Обжаренный рис И еще Вот Вот эти беленькие Это что-то вроде Как кукурузы Такой вот Ну то же самое Знаете да Кукурузы Как раскрываются Такая Типа Что-то вроде Попкорна Такого мелкого Да Вот это три ингредиента Японцы Японцы Чтобы вы понимали Они тоже Очень сильно продвинутые В чае И японские чаи Они тоже Очень По миру В принципе Как бы Ну и ценятся Но в японской традиции То есть У них у единственных Есть такое Что они в чай Добавляют Не в каждый Не в каждый Но в чай Добавляют рис И при японской Чайной церемонии Если вы попадете Когда-нибудь На японскую Чайную церемонию То вам могут К чаю Подавать еще рис То есть У них вот Будет подаваться рис Это тоже Особенность Японской чайной церемонии Но опять-таки Чайные церемонии Они бывают разные Где-то могут подать Где-то могут И не подать То есть В принципе Да Что дальше еще Ну вот Про зеленые Как бы я вам сказал То есть Зеленые Белые Желтые У меня нет У чаев К сожалению Белые Потом у луны Это он тоже вам показал Дальше Чаев Понимаете Опять-таки Их Есть Маофен Есть Колодец дракона Луньмэнь То есть Луцзинь Луньзинь То есть Чай Перепутался Врата дракона Луньмэнь Это школа В ушу Ушу такая Школа Луньмэнь Луцзинь И вот этот чай У меня тоже Его на сегодняшний день К сожалению Нету То есть Чаев как бы Мало Осталось Красные чаи То что мы называем Черными Но они тоже Вот мы привыкли Видеть действительно Какой-то такой Черный чай Да А красный чай Чтобы вы понимали А можно Есть вариант Показать Сейчас я покажу Ребята Такой запах Я понюхаю Красный чай Он уже С этой пачки Вот красный чай Но он уже Пересыпанный Вот в принципе Можете посмотреть Вот это Красные чаи Это в принципе То что Он немножко Отличается От того чая То что вы Покупаете Видите Вот он Немножко Отличается Даже по цвету Он больше похож На Есть такой Сур-чай Дарджлинг Это в Индии Произрастает Высокогорный чай Вот красный чай Немножко на него Похож Но дарджлинг Это больше Относится Как бы смесь Зеленого С черным Я понюхал Японский чай Запах Здесь сразу Буквально Ты насыпал И пошел запах Я почему поднес Сразу Потому что Запах чая Совсем другой Чем в пакетированной Нашем магазинах Да Именно вот этот Аромат Аромат Понимаете И дает И дает В принципе Вот этот вот вкус Вот это ощущение Послевкусия Ну Заваривать чай Это мы уже На следующем видео Сделаем Как правильно заваривать Я вам объясню Да Тоже Там нет никакой магии Почему Потому что Тиван Мне много что Рассказывал В Китае И он к этому Относился Очень Ну как Не с таким-то Там знаете Благосвященным Таинством Как у нас Приходят Там люди делают Чайную церемонию Они там все Там все Корона на голове Он сидит Как царь Они перед ним сидят Как кролики Как монахи Да Все с умным видом Нет Все гораздо проще Китайцы это делают Немножко с улыбкой Все проще С разговорами Да То есть нет такого Как некоторые Пытаются Это преподнести Поэтому я вам расскажу Как заваривать чай В домашних условиях Как сделать чайную церемонию Да Не куда-то ходить Там выкидывать деньги Там Отдавать По 500 По 600 гривен Чтобы вам далили Там две чашечки чая Подегустировать А дома можете себе сделать Вот Для этого Вам нужно будет Купить определенные Конечно Какой нужно Ингредиенты А ингредиенты Да Чай Это первая очередь Хороший чай Хороший чай Вы купите Уже да В этом видео Давай расскажем Какое оборудование Надо Какие чашечки Какие кувшинчики Какие чайнички Почему мы В принципе Вот и выложили Немножко часть Моей чайной посуды Солдата То что я пользуюсь В обиходе Часть В принципе смотрите Для чайной церемонии Такой домашней Ну и не только домашней Да Нужно первое Это чайная доска Да То есть в принципе Как бы Это все таки Чайная церемония Да Не так что сели Там чашку 200 граммов Налили себе И выпили Чайная церемония Это в принципе Искусство Любое искусство Подразумевает Красоту И гармонию Понимаете Конечно И вот Все зависит еще От чайной утвари Которая у вас есть Ну вот я смотрю Разные доски Покажи Я сейчас покажу Вот чайная доска Да Под носиками У меня доска Называется чабань Проливается Он проливается В поддон Ну при чайной церемонии Да Вот здесь нет поддона Здесь снимается Верхняя крышка Да И вот Вот такая вот у меня Самая такая Это доска уже Которая Цельного дерева Цельного дерева Здесь тоже Видите Поддона Нет Есть поддон Он уже встроенный Туда Вовнутрь Ну я уже Ей давно не пользовался Это когда Приходят Красиво Приходят Для большой компании Для большой компании Да К сожалению Больших компаний В последнее время Не бывает То карантин То еще что-то Да Так дорогие друзья Вот о чем я вам говорил Что У любого человека Который Связан немножко С чаем Да С чайной Не только чайной церемонии Но китайская традиция Да Должен быть Какой-то определенный Джентльменский набор Той же самой посуды И тех же самых чаев Да Ну вот это в принципе Только часть Как бы моей коллекции Что вы можете увидеть Да Что у меня здесь Тут разнообразная Чайная посуда Да Вот это вот Коллекционные Пуэры Пуэры Здесь У меня очень выдержанные Здесь самый Будем говорить Молодой пуэр Которому 10 лет Десятилетние пуэры Вот это есть Постаршие пуэры Белые пуэры Шэншу То есть Ну вот Чайная утварь То есть Которая у меня Здесь То есть Практически Как бы Вот это вот Только часть Той коллекции Которая у меня есть Да Здесь еще нету Чаев рассыпных То есть Которые в баночках Чаев Да Ну то есть Если вы занимаетесь Серьезной чаем Если вы занимаетесь Серьезной чаем То конечно У вас должна быть Именно Определенная Чайная посуда Ну это я опять таки Говорю не для всех Это люди Которые себя Позиционируют Как бы С чайным мастерством Да С проведением Чайной церемонии То есть в принципе Ну я вам еще покажу Там в дальнейшем Другие чаи И другую чайную утварь Расскажу про нее Более подробно Да И вот мы как раз Говорили о досках Да А еще такой Сразу быстренький вопрос А вот у людей Нету Это же можно делать Просто на столе То же самое Или обязательно Надо сказать Ну она не обязательно Я еще раз повторюсь Что это в принципе Как бы эстетика Это красиво То есть если вы уже Хотите дома Сделать себе Как бы удовольствие Да То приобретите посуду Приобретите Посуду я считаю Что обязательно Надо приобрести Это важно А вот доску Можно доминить Даже вот этим Ковриком Бамбуковым Да Тоже Ну Опять таки Да Если я уже вам покажу Как делать чайную церемонию Что чай там Сливается немножко Да То вы на стол Не будете это наливать Можно отдельную посуду Отдельную пиалочку Ребята поставить Я немножко упрощаю Как всегда По-одесски По-нашему Можно и ведро Отдельно поставить Понимаете Вот я держу Такие летающие тарелки Могу сказать Что это такое Мы разговаривали про чай Да Как я вам сказал Да Что есть чаи Давай я буду держать По одной бере Что есть чаи Вот я говорю Там желтые Зеленые Да Белые Там улуны И так же Вот это Это пуэры Это пуэры Пуэры Это вообще Отдельная категория Чаев Прессованный чай Это Ну есть пуэры Прессованные Вот это прессованные Это прессованные Вот эта прессовка Называется Бинча Бинча Вот бинчи есть Вот это стандартная бинча Вот стандартная бинча Потому что многие не видели Эти диски 357 грамм Видите Это стандартная бинча 357 грамм Есть бинчи поменьше Вот это по-моему 200 граммовая бинча не помню, да, вот точно, вот 200 грамм бенча, да, есть вот такие маленькие бенча, это, по-моему, 50-граммовая бенча, да, вот это. Это все прессованные, да? Это прессованные, да. И есть еще пуэры, вот такие они как бы в квадратах их делают, да. Можно, да, распечатать? Да, можно посмотреть, он распечатанный, да, давай я покажу. То есть вот есть еще вот такие, да, если его, вот видите, вот он как... Тоже прессованный, тоже в квадратах. Вот эти круглые, только вон в квадратах, да, вот такой вот он прессованный чай, да. Это про фирмы я потом тоже в отдельном, когда буду им заваривать, я вам расскажу про каждый чай, про каждую фирму в отдельности, да, чтобы вы понимали, где хороший чай, где плохой, то есть ну будет отдельная тема, да, то есть опять-таки где купить и что, то есть про чаи. Ну и возвращаясь к чайной утвари, да, то есть тяжело, конечно, за одно видео все это немножко обнять, Да, вот, наверное, вот чашечки, чайнички, пиалочки, что это? То есть про доску я вам сказал, да, вот чайная чабань, это чайная доска. Дальше, что вот у нас здесь находится, да, ну, следующее, понятно, что нужен чайник, да, чай заваривать. Чай заваривается, смотрите, есть как бы чайники, вот у нас есть, ну, это чайник большой, да, то есть китайский чайник большой, такой классический, но это когда много людей, когда много людей приходит, то есть мы завариваем вот такой в чайнике, да, есть чайнички, вот видите, поменьше чайники, это уже, ну, тоже это, в принципе, не на одного человека, да, вот есть еще меньше, да, еще есть меньше чайничек, видите, вот такой, то есть чайничек, это уже можно самому пить. Дальше, ну, чайников очень много, то есть я все сюда уже не вываливаю, потому что у меня там чайников разные. И еще есть такая посуда, называется гайвань, гайвань, вот это вот, вот видите, вот это гайвань, вот такая вот пиалка с крышечкой, вот гайвань. Вот я понимаю, что это тоже к ней относится правильно. Это я сейчас скажу, что это такое. Нет, это не гайвань. Вот гайвань, видите, только, только, видите, такая вот с носиком, гайвань тоже вот такая, она даже напоминает немножко чайник, да, гайвань. Но это не чайник, да, это просто... Это, ну, можете чай заварить, я сейчас вам объясню. А вот это, вот это, это простая соусница. Я думал, сахарница. Я вам рассказываю маленькие секреты. То есть, если вы не хотите покупать какую-то дорогую гайвань, вы покупаете вот такую вот глиняную соусницу, видите, вот такую вот глиняную, да? Ее также можно использовать под гайвань. Главное, чтобы здесь была вот такая прикрывающая крышка, понимаете? Крышка для чего нужна? Когда будем заваривать чай, я вам объясню. То есть, можно всегда выйти из положения. Да, умный человек всегда выйдет из положения. То есть, я вот, гайвани для чего? В них можно заваривать как обыкновенный чай, но гайвани в основном еще используются для заваривания пуэров. Вот пуэры, они завариваются в гайванях в основном. Вот эти вот, вот эти вот бинчи, да, вот эти вот, вот эти, вот эти, да. Прессованные, то, что мы показываем. Они завариваются, то есть, именно в гайванях. Ну, с этим понятно, разобрались тоже, потом в дальнейшем объясню. Я думал, что это, я же говорю, либо для сахара, либо для варенья. Есть такое значение, есть такое гостеприимство по-одесски. Вы будете пить чай без какого варенья? Да, без какого варенья. Может, вам еще и сахар у нас. Вот смотри, мы чайнички поняли, в чайничках заваривается чай. Правильно? А вот в этих вот посудах что делают? Ну, я уже только что сказал, что то же самое. В них можно заваривать тоже, можно заваривать чай, да. То есть, китайцы, опять-таки, понимаете, чайник, чайник, да, ну, он немножко, как бы, видите, большой. Ну, чай, потому что еще пьется, вот сейчас немножко мы посмотрим еще про чайные чашечки, да, я вам объясню. Это, наверное, как-то она по-другому называется, я как повар называю соусница. Нет, это у нас чаша равноправия называется. Ух ты, сейчас это какое-то красивое название. Когда мы, да, чахэ, чаша равноправия. А еще есть чахай. Чахай – это чаша, где чай нюхают, то есть, наливается чай, вот как я в блюдце насыпал, да, то есть, и всем давал вот так вот понюхать этот чай, это будет называться чахэ. То есть, для чего чаша равноправия? Вот, к примеру, у нас собралось там 3-4 человека пить чай, да, и когда мы завариваем чай в чайнике, в чайнике завариваем, то если разливая по чашкам, во-первых, чай будет разной конститенции, то есть, первому он будет доставаться более слабый, а второму, да, то есть, уже более насыщенный. Поэтому чай разливается сперва в чашу равноправия, выливается, а чаша равноправия, уже так, ну, в переводе, он уже разливается по чашечкам, то есть, мы уже разливаем по чашкам, и всем достается одинаковый чай, понятно, да? Ну, и в то же время… Хотел убрать, чтобы больше было видно зрителям, чтобы не перекрывало. И в то же время, знаете, как горячий пить чай тоже нельзя. Это вот меня Тиван когда учил чайному цигуну, там целая процедура, то есть, как правильно еще пить чай, ну, я вам в следующем видео, я вам расскажу, да. Ну, и что еще с чайной утвари, да, вот если вы видите, вот такая вот у нас есть, видите, вот такая вот интересная конструкция, да, будем говорить, что здесь… Вот такие вот подставочки, это по чашечку подставочки, вот такие, да, то есть, как каждому раздается, да, они есть разные, есть маленькие, квадратные, но это большой набор, да, что сюда еще входит? Вот входит, видите, вот такая вот лопатка, этой лопаточкой мы чай черпаем, да, то есть, мы берем в банке этот чай, лопаточка, да, у нас входит. Дальше у нас входит вот такие щипчики, да, этими щипчиками берутся маленькие чашечки. То есть, когда чашечки есть вот такие малюсенькие, сейчас я покажу, по 30 грамм. Вот этой чашечкой этими щипчиками берутся. Некоторые думают, что это надо чай черпать этим. Нет. Потом есть вот такое шило. Я думал, доставать чай. Для чего? Это пробивать носик в чайничке, если он забился. Вот такое вот есть шило. Ну и еще есть вот такая палочка у нас. В принципе, используется, как можно немножко замешивать немножко чай, да, чуть-чуть подмешивать. В принципе, вот такие вот атрибуты. Удобные атрибуты. Кстати, девчонки, можно использовать вместо заколки. Да, паечки. В носу можно ковряться. Я девочкам говорю, видите, есть заколочка сразу, если волосы распустились, надо заколоть. Чайная посуда, смотрите, да, опять-таки. Можно я покажу как раз чашечку? Покажи вот на него. Ну, это чашки, видите. Вот это, в принципе, как бы стандартная чашка. Чем она отличается, да, чем она отличается от простой в чашке, да, смотрите. Я сейчас объясню. У нее стенки из двух, это двухстенная посуда. Вот видите, внизу есть маленькая такая дырочка, да, дырочка. То есть, эта чашка, эта состоит из двух стенок. Внутри, внутри находится воздух. То есть, вот когда мы наливаем чай, во-первых, руки у вас не нагреваются, то есть, чашка, и внутри держится температура, согревается, то есть, температура, да. Вот такие чашечки. Дальше сейчас я покажу еще. Маленькие, да, сейчас Феликс вернулся. Есть маленькие чашечки, да. Да, ребятки, еще раз посмотрите, видите, вот дырочка есть, кто-то видит маленькая, да, поставочка такая деревянная под чашечку. Вообще замечательно. Вы берете так аккуратненько себе и будем пить чай, когда в следующей части Феликс начнет заваривать, мы начнем с определенного чая какого-то и постепенно расскажем о чайной церемонии каждого сорта чая, который есть на данный момент у Феликса, я думаю. То есть, я имею в виду зеленый, черный, белый, черный, не знаю, красный чай, да, Феликс сказал, что черного, мы привыкли говорить черный, но есть красный чай. Ребятки, очень интересно, вы не представляете, какой вот сейчас уже даже Феля пооткрывал много баночек, идет аромат, просто разнообразный аромат этих чаев уже в воздухе летает. Я представляю, какой запах, какой аромат, когда в него добавляешь горячую воду и завариваешь. Да, видите, вот чашечки, видите, вот они разные по размеру, да, то есть, вот это чуть меньше, видите, немножко больше, вот еще чуть-чуть больше, немножко, да, и, видите, вот такие вот мензурочки их называют еще, да, просто народе как бы, говорят такие вот... Люди бы назвали полтинничками. Полтинничками, да. Вот такие, да. Вот как ни странно, да, как бы ни казалось странно, когда я так, ну, ко мне там пару друзей пришло, я им чай налил в саке, они посмотрели на меня так недоуменно, мол, типа, ты что, чаю жалко, что ли? Что ты надал вот такую посуду, да? Нет, мне сразу напомнило, знаешь, есть водка саке японская. Да, да, да. Вот они пьют немножко больше, она теплая подается, тоже когда там мы снимем видео. В принципе, вот эта вот посуда, вот это, да, вот такие чашечки, вот они используются, когда вы пьете пуэр, и когда вы пьете дорогие чаи. То есть, дорогой чай, он как дегустируется, как хорошее вино, как хороший коньяк, да, если вы покупаете хороший, дорогой коньяк, к примеру, да, то вы не пьете его там стаканами, да, вы наливаете маленькую рюмочку, и ощущаете вкусовые качества, то есть, по чуть-чуть. Я так понимаю, когда эта чашечка горячая, мы берем... Можно я уже... Она не горячая, это нужно... Для чего вот это? Вот, допустим, я беру... Это я потом... Не могу пить? Нет. Это не пьется, нет. А для чего тогда используются? Эти чашечки, они ополаскиваются, с этих чашечек точно так же с них сливается, сливается чай, вот так вот сливается чай. Ага, я думал, пищу, потому что они горячие. А опять-таки... Здесь просто дырыщик нету. Да, ну она будет, в принципе, горячая, да, то есть чай сливается, но это в следующий раз будет делать чайную церемонию, и я просто покажу, как это все используется. И в то же время я вам объясню, что вот всего этого можно, конечно, немножко как бы убрать, сделать проще чайную. Но если вы дома делаете, то каждый раз заморачиваться, сливать, еще что-то, да, у вас вот такая голова потом. Давай, наверное, это оставим на следующую часть как интрига, как это все упростить, потому что у людей сейчас и так глаза разбежались, как и у меня. Мне просто налейте там чашечку чая, и я посъем бутербродики, пойду на работу. Нет, это целая традиция, ребята, это целое искусство. Это, да, это, в принципе, ну, что еще можно сказать, вот напоследок, да, то есть про чай я вам рассказал, да, какие еще чай. Ну, вот есть еще чай, в принципе, это называется Ройбыш. Вот три знаменитых чая, ну, как не знаменитых, а популярных в мире, да, популярных. Какой-то цвет интересный такой. Это чай, вот то, что мы говорили, зеленый, то есть китайский чай, будем на него так говорить, да, то есть вот эти зеленые, белые, желтые пуэры, китайские. Потом, Ройбыш, это африканский чай, это с кустарника, это колючечки такие маленькие собирают, это Ройбыш. Своебражный аромат нечайный, аромат, ребята, скажу, да. Аромат шиповника. Да, что-то есть такое сладенькое, немножко такое шиповника. А когда вы завариваете Ройбыш, да, чем вообще уникален Ройбыш? Ройбыш уникален тем, сладкий вот шиповник. Что в нем содержится большое количество витамина С и вьетнеграмма кофеина. Его можно давать грудным детям. Вот Ройбыш, да, это чай. Но тоже относятся к чаям. Это чаи тоже. Но это африканский чай, считается Ройбыш, да. И Ройбыш еще очень хорошо выводят для спортсменов молочную кислоту. Крепатура, ребятки. Вот когда вы потренировали в зале, крепатура, будем советовать нашим деткам, деткам, которые начинают заниматься. И какой мы еще чай забыли сегодня рассказать, это копья Кудин. Мы говорили про копья Кудин, но я вам не показал. Есть копья Кудин, вот такие будем говорить. Сейчас я покажу вам. Ребятки, вот видите, я же говорю, крепатуру выводят очень хорошо спортсменам, деткам, которые у нас занимаются. Напоминаю, тоже мы преподаем и боевые искусства у нас. Спортивное содружество истина. Вы можете просто так вот с обычными словами забить и сразу появится в Одессе спортивное содружество истина. Несколько направлений спортивных в нашей секции. Так же самое есть и реклама Феликса там на нашем сайте. Ребятки, вот как раз вот те копья Кудин, которые Феликса мне рекомендовал при простудных заболеваниях. В самом начале, да, мы, помните, говорил вам, что это падубы, вот это китайский падуб, вот это китайский падуб, то есть с парагвайского падуба, как мы уже выяснили, делают мотет, а с китайского падуба делают копья Кудин. Почему называется копья, вы увидели, да, что они скручены вот такие вот длинненькие. Чай считается очень сильно лечебный. В Китае он применяется при лечении различных заболеваний. А основное его свойство, да, он очень хорошо чистит организм. Он очень чистит, очищает организм. И он используется при простудных заболеваниях очень сильно. То есть если у вас температура, если вы заболели, то я вот рекомендую сразу копья Кудин. Но есть одна особенность, он очень горький. Он как полынь. То есть он очень горький. Заваривается всего лишь, заваривается всего лишь на чашку, ну, чуть больше, чем эта чашка. Вот таких вот два копья. А то бывает и одно копье заваривается. Вот такое. Но это копья Кудин. Уже зрелые листья, будем говорить, да. А есть копья Кудин, молодые листья. Вот про зрелые еще как-то люди слышали, а про молодые нет. То есть вот у меня он в пачке, но я сейчас покажу. Вот здесь у меня, вот он. Вот он похож на зеленый чай. Вот его можно даже перепутать с зеленым чаем. Да, да, достаточно. Вот это копья Кудин. Это тоже, ой, не копья Кудин, это молодой чай Кудин. А Кудин, не копья. Там уже в форме копья сделано. Это не в форме копья, а это молодой чай. А это просто, да, похож на зеленый. Он похож на зеленый. Аромат такой у него, знаете, как горьковато-сладкий будет. Да, что-то вот такое травяное, да, травяное, не чайное. Нет, не травяное, а такое. Вот если его заварить, если заварить, он раскроется маленькими такими зелененькими листочками, маленькими зелеными листочками. Интересный аромат, ребята. И у него будет вкус такой, горько-сладкий. То есть, такая сладость с горечью, да. Но по аромату так, по камере, конечно, ничего не передашь, да. В принципе, это самое. Это надо пробовать. Это, то есть, каждый чай, да, в принципе, он, его нужно пробовать, да. А, ничего страшного, потом соберем еще. Тогда я сразу обратно. Ну, в принципе, как бы, вот сегодня мы вам про чайи рассказали, да. То есть, еще раз говорю, что на сегодня, к сожалению, у меня не такой большой выбор. Раньше было и по 30, и, я говорю, 20-30 сортов у меня могло быть чая. То есть, когда я в Китае заказывал. Это для обычного обывателя это уже кошмарный выбор. Это даже большой. Это очень много всего сейчас на столе было у нас. Особенно чаев. Ребятки, я хочу сказать большое спасибо Феликсу за такую вот познавательную сегодня ролик. Мы обязательно покажем, как это происходит в действии, вот эта чайная церемония. Еще расскажем что-то интересное. Еще вместе с Феликсом хотим поздравить вас с китайским Новым Годом, Годом Деревянного Зеленого Дракона. С вами был Феликс, с вами был Одессит на Кухне. Смотрите, подписывайтесь на наш канал. Ребята, люблю, целую, здоровья, удачи, счастья. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова